Ну-ка, открой, открой, смотри. Вот так вот надо. О, как много, как много. Что там, как много? Ух ты, вот так Николаус. Да, много. И у Данилки тоже много. Ух ты. Ух ты, сколько шариков шоколадных. И еще и Дед Мороз. И подарочки ваши. Ну вот так щедрый Николаус. Хорошо, значит, почистили свои ботинки. Что он такой хороший подарок вам оставил. А маму угостите, нет? Да. Тоже угостил. Спасибо. Спасибо, доча. Всем привет. Привет из России. А я иду на обследование. На колоноскопии. У меня запись после обеда. Три часа дня. В связи с тем, что после обеденной запись мне пришлось на это обследование два дня очищаться. Вот вчера после двух часов начала очищаться. Пить вот это. Формстранс. И что в связи с тем, что после обеденной обследования надо еще и сегодня утром очищаться. Перестать у тебя очищение. Когда до обследования остались четыре часа. Вот. Вот так. Ничего не кушал, все очищалось. Но это полезно, так скажем, это очищение. Но что хочу вам сказать, конечно же, это следует зависеть от доктора. Я уже несколько раз проходила. И несколько докторов. Бывало, вот два околоскопии мне, когда делали, конечно, до операции все вот это. В кишечниках ужас. Я помню, после одного исследования я вообще два суток не могла вставать. А вот в некоторых обследуешься, да, и, ну, конечно, дискомфорт. Чувствуешь все вот это, что-то кишки у тебя ковыряется шлангом ходит-то. Ну, выходишь нормально, вот так, как бы себя чувствовать. Вот. Вот не знаю, как сегодня у меня все это пройдет. На всякий случай еще я взяла свои квитанции, чтобы оплатить ЖКХ. Если все нормально, я буду чувствовать, я, конечно, еще отплачу свои квитанции. Вот так. Ну, где платные есть, уже создали уже такую камеру, что глотаешь, и через некоторое время тебя начинают обследовать, и все твои кишку уже по каплю. Какие у тебя там болезни. Ну, у нас еще этого нету, конечно же. В Москве, конечно же, есть это, понятное дело. Но у нас еще нету. Мы еще страдаем другим видом обследования. Вот так. Иду, бегу. У нас мороз, сегодня солнышко морозно. О, лицо блестит от крема, да? Так, что солнышко. Ну, наконец-то. И у нас настал этот день. Все блогеры, мне кажется, это уже сделали. Сегодня будем украшать елку. Правда, сзади у нас вот эти вот окна. Мы их накрыли. У меня была такая тюль ненужная. Накрыла. Там окна для третьего этажа. Надеюсь, они не будут бросаться в глаза, когда мы уже украсим елку. Вот я уже все принесла. Еле нашли вот эту коробку. Все-то я была уверена, что я их все туда убрала, на верхний этаж. Но кто-то его убрал в подвал. Ну, ладно. Все. А, кстати, у меня дети очень сегодня ответственно отнеслись к этой процедуре, к этому мероприятию. Посмотрите, Софика у нас снегурочка. Такая вот красивая снегурочка, да? Красавица. А это у нас уже размалеванный Дед Мороз. Данилка мне не давал полноценно нарисовать рисунок. Ему щекотно, ему не нравится. О, бороды уже и нету. Где твоя борода? Где твоя борода? Я ее облизывала. Облизывала? Все. Мы сейчас беремся украшать елочку. А у нас теперь дома новый статус. Есть один беззубик. У Софики выпал первый молочный зуб. Сегодня кто придет? Зубная фея. Зубная фея. Ой, она да. И принесет какой-нибудь подарочек за зуб, что она его берегла, хорошо чистила. Все, я вышла из поликлиники. Прошла я обследование. Чувствую себя нормально. Конечно, брюшной части. Дискомфорт. Нехорошие пока ощущения. Взяли анализы. Через 10 рабочих дней будет готовы мои анализы. Так что я на ногах могу ходить. Сразу же я сейчас с тобой взяла ножку, выпила ножку. Вот сейчас пойду оплачивать свои петли танцы. Земский банк. Хорошо, вот так. Нормально так уж. Так. После оплаты квитанции я зашла еще в магазин посмотреть подарок. Завтра у нас у младшей снахи день рождения. Вот. Смотрю подарок. Когда в торговом центре день гуляли с мамой, мама ей подарок купила. Блендер. Прямо там и погружной, и измельчитель в комплекте. И все. А я ничего не покупала. В связи с тем, потому что, я думаю, когда мама в гости так поедет, и ей подарок. Не то, что именно поедет в день ее рождения. А вчера она мне заявляет, говорит между разговором. Говорит, у нас на их играх день рождения надо, говорит, поехать. Говорит, ты что, решила прямо день в день рождения, что ли, поехать? А как же? Я говорю, может, когда в гости поедешь, как бы подарить? Я говорю, если ты решил так, я бы, говорю, тоже чем какой-нибудь подарок посмотрела бы, там, говорит, в торговом центре, говорю, мне теперь тоже надо какой-то подарок выбереть. Ну, не, говорит, что я, говорит, хочу уже в день в день подарить. Ну, вот, конечно, если поедем, мне надо теперь посмотреть из вещей, что-нибудь купить, конечно, это не делка, каждый свой и вкус. Ну, вот, решила, знаете, мне только фантазис такого сыграло, что купить какой-нибудь плед или покрывало. Вот, зашла и в это выбираю. Вот здесь есть такое покрывало, уже хорошего качества, и здесь вот есть плед. Здесь вот здесь в раскрытом виде это плед, который красиво упакован, ведь такой нежный, мягкий, есть плед, который вот прям, который дешево, неприятно в руке держат, а это прямо нежно и укрыться нежно. Вот, думаю, вот здесь есть вот такой еще цвета, но здесь она единичная, вот один только, но некрасиво упаковали, видите, вообще некрасиво. А здесь прямо еще не в раскрытом виде есть упаковка. Вот выбран, не знаю, вот такое покрывало или плед все-таки, не знаю. Все-таки вот, наверное, вот такой плед на день рождения все-таки ей куплю. Если поедем, потому что если нет, все равно пригодится, да? Всем привет уже со следующего дня. Да, у меня голова не грязная, у меня голова мокрая. Мы сейчас с Игорем работаем на третьем этаже. Я уже была у родителей, отвезла детей к ним. Вчера я написала, говорю, можно ли к вам детей привезти, потому что с Игорем планируем целый день заниматься третьим этажом и не, ну, не хотелось бы отвлекаться на детей. Конечно же, мама ответила, какие вопросы, конечно, везите. Вот я уже их отвезла. Сейчас Игорь в соседней комнате, я уже на третьем этаже. И, как я уже говорила, сейчас переверну камеру, вам будет понятно. Помните, эту комнату я вам показывала. Мы открыли гипсокартон и нашли утечку, что там была одна черепица сломана, и в эту дырку, в общем, затекала вода, и все за этим гипсокартоном было мокро. И мы здесь сушили. Вот, кстати, сушильная машина, генератор. Мы все здесь высушили это и все заново обшили. Но еще не обшили, только утеплили, и вот этой тканью гипсокартоном еще не обшили. То же самое сейчас мы с Игорем будем делать в соседней комнате. Точно так же Игорь хочет открыть и посмотреть, что же там за гипсокартоном. Да, вы знаете, вдруг там такое же, как и здесь, а потом через какое-то время у нас вылезет сырость и грибок. Лучше уж, раз уж делаем ремонт, сразу открыть и посмотреть. Там тоже такой же скос, как и здесь. Вот как-то так. За окном у нас снова дожди. Посмотрите, вон идет дождь. Каждый день у нас дожди. Я с мамой только сегодня разговаривала. Я говорю, мам, у вас какая погода? Она говорит, мороз и солнце. Ну, говорит, холодно. Я говорю, лучше так, чем плюс восемь. И вот целый день вот такой вот дождь. Когда мороз и солнце, просто можно теплее одеться и выйти на прогулку. Солнышко делает сразу хорошее настроение. А вот когда вот так вот плюсовая, какой толк от плюсовой погоды, когда у тебя нет настроения даже выходить на улицу. Вот вечно вот такие вот дожди. Это вот типичная зимняя погода в Германии. Да в последние годы и летняя погода, если честно. Слушайте, в этой комнате имеется вот такая вот потайная дверь в стене. И она закрыта на ключ. Конечно же, либо мы уже выкинули этот ключ, либо он хорошо был спрятанный. Он никак не открывается. Поэтому Игорь сейчас будет взломать эту дверку. Ему очень интересно, что же там. Что за потайная комната. А мне даже немножко страшно, если честно. Что там такое? Деньги. Было бы неплохо. Вдруг у нее там сейф был. Вот действительно. Потому что эта комната, у нее было бюро. Посмотрите, здесь вот такой письменный стол. Здесь висели на всех стенах какие-то грамоты. Всякие такие сертификаты на стенах висели. Вот это вот все папками было полно. Ничего нету? Обои ремонтные какие-то это. То, что для ремонта остатки. Ковролины, мавролины. Какая-то. Такая, как чердак-кладовка. Мини-кладовка у нее тут была. Зачем она ей была? Нужно. И столько этого сломали места. Ну да, они столько места убрали ради этой комнаты. Посмотрите, она какую площадь большую забирает. Если ее убрать, тут комната еще больше. Размер их станет. Просто так пустой короб. Кто с нами со времен ремонта, когда мы только все начинали, все помнят этот инструмент. Снова я вернулась к нему. К отбойнику. Я не могу. Мне Игорь не доверяет. Он там все бьет. Кувалда и всякое такое. Ну, не кувалда, я вот этим гвоздей доволю. Я говорю, давай я тебе буду помогать отбойником. Пока ты что-то будешь делать, а я буду там отбойником. Он говорит, гипсу в стену она будет тонуть. Она будет не ломать вот эту штуку, а тонуть. Я говорю, ну, все равно тебе легче будет. Во многих местах эти дырки понаделают. Тебе все равно легче будет выбивать. Поэтому я сходила за отбойником и сейчас буду шуметь. Давно я уже не шумела. Собираемся в гости. Гости на день рождения. У нашей сегодня снохи, у Гузели день рождения. Да, Манька? Она уже принарядилась. Вон какая она у меня нарядная. Чего стесняешься-то? Сейчас я себя покажу, какая я нарядная. Так что за мной, за нами приедет Рамиль, мой брат. Вот к ним и едем, гости. Там вот и правнуки там, да? Так что собираемся. Сейчас я себя покажу, какая я нарядная. Давай, танцы. Ну-ка, как там будешь танцевать? Ай, молодец. Я тоже решила надеть платье. Вот так на мне платье. Давно, кстати, это платье не одевала. Давно. Я уже забыла, если честно, уже. Вот, сейчас немножко прическу сделать волосами. Желательно уже пора-пора в парикмахерскую. И покраситься, и постричься. Но никак еще сама не дойду до парикмахерской. Кстати, и маме купила краску, еще никак ее не покрашу. Вот ведь за то, что уже давно купила. Больше недели уже. Никак все время нету. Вот так. Так что мы собираем. Скоро уже по 9 рамиль за нами. Мой брат. Все. Вот так что. Мы такие нарядные едем на дню. Всем привет с воскресного утра. Всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. Я сегодня еле-еле стала с кровати. Проснулась-то я уже чуть-чуть пораньше. Меня дети разбудили. Но я еле-еле стала. Мы вчера с Игорем так на славу поработали, что все болит. Все болит. Игорь еще спит. Сегодня мы еще на работу, на ночную смену. А я вот проснулась готовить есть, готовить завтрак. Вот у меня тут уже варится. Видите, будет гречневая каша. И будут блинчики на завтрак у детей. Вот так вот. А я такая опухшая, потому что вчера на ночь, глядя, наелась феты и помидоры черри. Знаете, иногда вот у меня вот так вот прям хочется что-нибудь поесть. И если я вспоминаю, что у меня есть в холодильнике, этот комбо я всегда любила. Я это обожаю. Просто так вот тоже съесть, прикусывать фету и помидорку черри. А если еще черный хлеб дома есть, то пиши пропало. Но мне повезло, черного хлеба не было. Так что калорий съедено было не очень много. Но я так довольна, сколько мы вчера с Игорем переделали. Получается, мы сломали всю эту перегородку, всю эту стену. Там сняли потолок, сняли посмотреть, все ли сухо. Кстати, все сухо, все хорошо. Потом мы это все утеплили стекловатой. На крышу поднялись. Там все доделали тоже до конца. Утеплили стекловатой. Теперь просто на третьем этаже у нас осталось зашить черной тканью. И в общем-то ставить окна. Ставить новые окна будем уже, наверное, ближе к весне, когда погода будет позволять. Потому что у нас сейчас такая погода, что каждый день дожди. Вот. А потом можно будет уже обшивать гипсокартоном вот эти вот стены. Но я очень рада, что вот работы со стекловатой у нас закончились. Всем доброго дня и за выходных. Всем хорошего настроения. И главное, всем здоровья. Знаете, я, видимо, до сих пор верю в шестую вселенную. Мы с Альбиной каждый день созваниваемся. И здесь недавно же праздник был в Германии. День святого Николауса. И мы тоже так же созвонились. И мы ждем разговор. А Альбина говорит. Завтра, говорит, дети подарки получат от святого Николауса. Ну, я толку не думаю, никакой. И я спрашиваю, говорю, а кто их раздает от подарки, говорю, чтобы дети получили. Вот у нас же, говорю, вы в детстве, говорю, получали. Мы, говорю, работали с папой. И от каждой организации подарок выделялся вам. И мы приносили этот подарок. И сейчас так же, кто родители в России работают, каждый родитель, если работает так же до 14 лет, им, детям, подарки выдают. Раньше СССР профсоюз-2. Ну, вот. Я говорю это. Говорит, мам, ты что, говорит, в сказке, что ли, живешь? Говорит, конечно же, мы, говорит, подарки делаем. Говорит, в свечер кладем. А? Это подарки дети утром уже открывают, как будто святого. Ну, я откуда-то знаю. Может, в России. Может, кто-то специально вот это подарки ходит и раздает, как будто от святого Николауса специально перед рождественские какие-то подарки. Ой, до сих пор, говорит, чудеса веришь. Говорит, я же, как, говорит, предыдущие годы в логе говорила. Я говорю, что у меня девичие память, ты что ж мне сравниваешь? Ну, не помню, что вчера делали. А ты, говорю, хочешь вспомнить? Говорит, что был год. Ну, и вот, знаете, верю еще, видимо, волшебство вселенной, что кто-то просто так раздает подарки. Дети мои уже покушали каши, а сейчас приступили за блинчики. И намазываю на блинчики нутеллу. И наяривают. Слушайте, мне никак не придет мой заказ из Крубин. Помните, я вам говорила, что я заказала какие-то волшебные тряпочки, салфеточки для отмывания окон. Я вот сейчас сижу, просто прямо напротив своего окна в зале, там столько пятен от рук детей, но жду. Хочу проверить эти тряпки, настолько ли они такие прекрасные, как их не расхвалили. Чистые окна-то каждый дурак отмоет, да? На, сыном. Спасибо. Пожалуйста. А я вот хочу отмыть именно вот такие, которые сейчас у меня все заляпаны, и посмотреть. Правда ли? Чудо-тряпочки. Сколько, интересно, еще ждать-то? Когда я была на партии? Недели с лишним, точно. Что так долго-то? На каком партии? Мне, кстати, под тем видео, тогда многие написали, что такие можно дешевле найти на других сайтах, от других фирм. Но, знаете, я же никогда не интересовалась этой тематикой. Вот я была на партии, мне рассказали, я купила. Если бы я до этого уже интересовалась этой темой, что есть какие-то альтернативы. Некоторые там даже написали в экшены за евро. Тряпки также работают, как в этом пробе. На, доча. Спасибо. Пожалуйста. Я, конечно, немножечко подрастроилась. Но, надеюсь, все-таки нет. Надеюсь, эти тряпки отправил. Чем-то отличается от тряпок, которые стоят один евро. Сегодня захотелось вкуснятина какой-нибудь к чаю. Тесто, если честно, вмесить не хотелось сегодня что-нибудь. А я вспомнила, что у меня в холодильнике, в заморозке, есть тесто слоеное, бездрожевое. И решили они, каим, бля, знаете, что приготовить? Вкуснятину. А, не чего? А, самса, да? Самса. Решили самса. У нас есть фарш говядина. И они, каим, делают начинку. Он картошку уже кубиками режет. Лук. Так что сегодня будем из слоеного теста, бездрожевого, самсу. Если тесто останется, конечно, еще может что-то сладкое с вареньем сделаем. Здесь налепила самса 4 штуки. Здесь вот сладкое с начинкой вишневое варенье. А здесь тоже сладкое, вот такая выпечка, со смородиной в варенье. Вот такую вкусняшку у нас сегодня к чаю. Ну, на один день это многовато, конечно же, не на один день. Вот так. Сейчас в духовку на 180 градусов на 30 минут. Сейчас будем вкусно-вкусно чай пить с самсой. Начинка, как у манты, кстати. Надо желательно, конечно, рубленное с мясом. Самса с рубленным мясом, но другой раз так сделаем, приготовим. Самсой я похвалилась, показала. Но и здесь ведь еще и сладкая выпечка с вареньем. Смотрите, как красивая. Румяная, да? Девчонки, у нас настолько пасмурно на улице, что мне даже пришлось немножко свет включить припозже, чтобы в кадре было чуть-чуть светлее. Но речь сейчас не о погоде. Мне кажется, что всем надоело слушать про погоду. Речь будет о том, что мне Игорь преподнес подарок. Представляете? Для меня это был неожиданный подарок. Но об этом я долго-долго давно мечтала. Кто с нами давно на канале, тот сейчас сразу поймёт, о чём я. Ну или сразу меня поймут. Та-да-да-дам! Вот такой вот подарок я получила от Игоря. Я кому-то понятно, непонятно, это кофе-машина, наконец-то! Я давно не мечтала, но всегда у меня как бы не до неё было. Знаете, вот когда надо что-то купить, либо это, либо это, всегда в приоритете было что-то другое, чем кофе-машина. И тут недавно у Игоря меня начал расспрашивать, а какую бы я кофе-машину хотела бы. Потому что он знает, что для меня дизайн тоже очень важен. Ну то есть, как вещь выглядит. И я ему прислала. Ну это было где-то месяц назад, наверное, этот разговор. Я говорю, если бы мы купили, то мне, говорю, нравится очень вот этот вот дизайн. Ну и по отзывам, сама машинка. Говорю, вот если что, будем смотреть на неё. И знаете, вот я получила. Я даже ещё не раскрывала. Сейчас вместе откроем. И, а, вот, подождите, я даже неправильной стороной вам показываю. Вот такая вот кофе-машина. Сейчас раскроем, посмотрим. Да, это она и есть. Давайте я сейчас камеру переверну и покажу вам, что это за модель мне очень-очень нравилась. Вот она, красавица вживую. О, она такая красивая. Она белого цвета и оформление у неё золотым. Розовое золото здесь, здесь и тут. Ну, пластик подобран под этот цвет. О, какая же она красивая. В жизни она даже красивее, чем на картинке. Мне очень она понравилась, когда я увидела впервые её в просторах интернета. Я даже не задавалась вопросом тогда. Просто она как-то мне попалась, и всё, я сразу в неё влюбилась. Есть чёрные с серебряным оформлением. Ну, как вот на коробке, в общем-то. А мне вот сразу вот это вот. Здесь, кстати, должен идти ещё стакан такой, из которого, в общем-то, подаётся молоко. И плюс этой кофемашины молоко не попадает туда, вовнутрь. То есть нет никаких вот трубочек, шлангочек, которые нужно очищать. Молоко сразу в этой же чаще взбивается. И отсюда же сразу подаётся вовнутрь кофе. О, вот такая вот прелесть. Так, у нас тут серебряное. Да, серебро. Хотя могли бы тоже золотой сделать, наверное, ещё было бы красивее. Ну ладно, это я уже придираюсь. Посмотрите, вот такая вот красавица. Вот такая вот чаша идёт в комплекте. Конечно же, мне нужно это дело изучить, как она здесь устанавливается. Всё, вот так вот. Я поставлю здесь картинку. Вот так вот она должна как-то там устанавливаться. И видите, молоко подаётся с этой чашей. Если вам не нужно, сняли, помыли и всё. Никаких шлангов. То есть внутри там ничего молоком не загрязняется. Вот такая вот красавица. А как здесь на коробке нарисовано? В общем-то, вот так вот по коробке, мне кажется, более-менее понятно. Вот так вот оно дело выглядит. Кстати, хочу кое-что добавить про эту кофемашину. Есть вот эта вот у нас модель 5400. Есть ещё модель по новей, которая 5500. Тоже есть белая с золотым оформлением. И 5500 там делают больше видов кофе. Для меня, конечно, это не прям так сильно важно. Мне и этого достаточно. Но для меня было важно именно вот эти 5400. У него вот эти вот штуки тоже идут в золотом цвете. А вот у 5500 золото только здесь. А вот тут уже серебро. Поэтому для меня вот было важно именно вот эта серия, которая 5400. Сегодня у нас банька. Баньку затопило. Всё уже пора париться, мыться. Я веник запариваю. В баню позвали старшего брата, сноха. И сваха сейчас уже приедет, потому что банька готова. Смотрите здесь. Ох, какой. Ух ты. Ох, сразу же затуманила камера. Давайте-ка протру. Так что у нас сегодня жаркая банька. Наступил у нас вечер. И мы решили с Софией поехать вдвоем на нашу рождественскую ярмарку. Она на этих выходных проходит в нашем же городе. Игорь не захотел, точнее не смог. У него болит спина после вчерашних работ. Даже еле-еле по дому ходит. А Данилке такое дело особо неинтересно, если честно. Да и я с двумя детьми. В том году кто помнит, кто не помнит. Я Софию потеряла на рождественской ярмарке. И с двумя детьми, когда много людей, темно. С моим-то зрением мне, если честно, опасно. Ну и Данилке не нравится особо такое. Вот мы даже были в Мюнзингене. Он быстро устал. Райан быстро начал проситься домой. Поэтому мы решили вдвоем с Софикой поехать. Да, доча? Угу. Сейчас там что-нибудь покушаем. Попьем киндер пунш. И для папы, конечно, что-нибудь купим. И для Данилки что-нибудь купим. Да, доча? Угу. Пойдем посмотрим. На людей посмотрим. И себя покажем, как говорится. Да? Угу. Угу. Ну, доча, кстати, расскажи про свою шапочку новую. У меня был тетя лавак, а теперь у меня все зубы нет. Вот. Да, зуб выпал. И что? У меня и субная фея под подушку положила соколадку и эту шапку. Тебе субная фея подарила эту шапку, да? Угу. У тебя теперь волшебная шапка от феи. Какая красивая. С косичками. Она, наверное, слышала твой разговор, как ты мне рассказывала, что тебе шапки с косичками нравятся. Да? Приближаемся мы к ярмарке. И по музыке уже можно понять, что мы идем в правильном направлении. Посмотрите, как красиво здесь украшены лампочками крыши домов. Встань. Да, луна. Ой, как я обожаю эту живую музыку. Ну, вы бы знали. Людей, кстати, не особо много, потому что все-таки сегодня воскресенье. Завтра всем на работу. Ну, есть, конечно, но я видела и побольше. Но приятнее ходить, когда вот так вот, не толпы. Иначе тогда только чисто среди людьми пробиваешься. И все, никакого наслаждения. Также здесь и овечки. Представляете, у этой овечки есть маленький ребеночек, ягненочек. Сейчас пьет молоко. Я не знаю, смогу вам показать или нет. Он пьет молоко. Маленький-маленький. Мне кажется, в такую погоду какое-то издевательство. Холодно на улице. Вот с этого ракурса хочу вам показать. Посмотрите, маленький ягненочек. Такой маленький. Ему еще, наверное, пару месяцев, если то не меньше. Ой, какая маленькая. Шладенькая, да? Нет, точь, она не подойдет. Или он. Тут также, посмотрите, альпаки. Я не знаю, как нужно, что на числе альпака. Альпаки. Ой, какие красивенькие. Как будто еще разговаривают. Софика их гладит тут. Красивые такие. Кстати, здесь продается сразу шесть альпаки. Посмотрите. Давайте посмотрим, сколько стоит. 100 грамм. 19,50. 100 грамм. Все, направляемся мы домой. Игорю купила лангош. Лангош – это венгерская кухня. Я еще хотела купить баумкухен. Они как спиралька. Знаете, такая выпечка. И сделана как в виде спирали. Но, к сожалению, не успели. Этот ларек уже закрылся. К нашему приходу я увидела знакомые. Разговорились с ней. И все позакрывалось многое. Игорь вот такой лангош купила. Насколько я знаю, ему это нравится в кухне. Вот и время настало гостей провожать. Баньку попарились. Смотрите, какой мороз. А вы как, банька? Нормально. Как нормально? Отлично? Отлично. Нормально. Смотрите, какой инии морозы. О, мороз, красный нос. А, луна, луна. Смотрите, какая красавица луна. Растущая луна. Не то что мороз, еще и ветерок есть. После баньки прохладненько. Растущая луна. Растущая луна.